Добрый вечер! Как всегда в это время объектив позициям в студии Юрий Борщ. Группа харьковских архитекторов победила в первом украинском урбанистическом конкурсе со своим новым проектом. У нас сегодня у гостя как раз победители. Это Марина Корячко, главный архитектор проекта «Зеленая сеть Харьков» и Светлана Цегичко, ландшафтный дизайнер проекта «Зеленая сеть Харькова». Добрый вечер! Помнится давным-давно, 3 года назад, в 2015 году вы были в этой студии и презентовали другой проект под названием «Другой путь». Это велосипедный маршрут, не только велосипедный, велопешеходный маршрут. С этого времени прошло довольно большой промежуток времени, и уже это все выросло в «Зеленую сеть Харькова». Либо что куда влилось? Правильно, вы абсолютно точно вспомнили об этом нашем проекте. Действительно, он был такой нашей отправной точкой для разработки. Потому что мы, честно говоря, не думали, что это такая концептуальная идея о создании сети альтернативной для передвижения человека по городу вообще у нас в Харькове возможно. Мы, когда начали разрабатывать другой путь, мы абсолютно не думали. Мы думали, что это ограничится одним зеленым коридором. И мы этот проект 3-4 года назад активно там представляли и в городские власти, и на разных международных конференциях выступали с этим проектом. Среди горожан активно его там продвигали. И действительно, о нем многие знают. А если об этом другом пути, о велопешеходном маршруте вдоль реки Харькова, и на одном таких переговорах, вот как раз Светлана была в гурсовете, нам сказали, ну что же это вот одна дорожка, она маленькая, а вы вот не могли бы разработать это для города. Ну и мы, честно говоря, мы вот буквально было как в сказке. Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, потому что мы были уверены, что у нас это не выйдет. Но потом пришло какое-то время, и мы задумались, и действительно, ну нам казалось, ну вот мы будем работать в конце концов, сколько там, какую-то часть Харькова охватим. И вот практически прошло почти полтора-два года, и вот этой нашей вот мы буквально каждую неделю, каждую неделю мы прошли сотни километров по Харькову пешком везде. И мы вот фиксировали вот все эти наши передвижения, в конце концов, вот из одной зеленого коридора начала рождаться сначала такая разветвленная сеть для какого-то района, потом она начала складываться для другого, и в результате вот где-то полгода назад мы поняли, что вообще можно решить эту проблему для всего города. Вот в чем проблема вот этих трех подходов сосуществования человека и машины, да, и в городе, вот Светлана сказали. Да, Светлана, с точки зрения вот вас как дизайнера, рандшафтного дизайна, насколько много зеленых таких осередков, да, таких небольших островков в Харькове, которые в принципе являются мегаполисом, ну и недостаточно в принципе он озеленен. И еще возникали различные проблемы с строительством в различных частях города и транспортных магистралей, это вызывало протесты общественности. Вот вроде бы казалось бы проект, благое, зеленая сеть Харькова. Как вы находили вот эти вот места? Как мы находили вот исследовательским путем, мы просто брали и ходили вот каждый район, вот, и что касается нашей концепции, она как раз и объединяет вот эти разрозненные зеленые осередки вот между собой, что образует общую такую зеленую сеть. И вот у нас такая вот наша философия, наше понимание, что как можно помирить велосипедиста и автомобилиста, да, то есть в принципе можно поднять уровень культуры на наших дорогах. Для меня это только разобщить их, чтобы они шли до разных дорог. Да, мы согласны. Мы согласны. Это правильно, Света, это утопическая цель. Да, да. Второй вариант, это когда у нас идет четкий профиль улицы, где машины знают свое место, пешеходы знают свое место, и, соответственно, велосипедисты также имеют свое место. Это безопасно, разделено всякими полосами зелеными, либо другими ограждениями. Но это, опять-таки, очень дорого, и мы не верим, что в нашем городе это возможно, это в ближайшие сто лет. И вот есть альтернативный вариант, это вот как раз наша зеленая сеть, это когда альтернативные велопешеходные маршруты, которые совершенно не пересекаются с автомобильными дорогами, они проходят вдоль рек города Харькова. Да, в первую очередь. Около 70%. Да, около 70%. Также вдоль и зеленых насаждений, парки, какие-то бульвары, скверы. Это и частный сектор, это и сейчас в промышленной зоне, которая выглядит непривлекательной, но с появлением такого рода путей велопешеходных она реально изменит свое лицо. То есть фишка, которая была, идеология, которая была заложена в другой путь, чтобы он ушел именно не пересекаясь с автономистриями, а она заложена и реализована здесь. Да, и продолжается так, да. То есть вот в том-то ведь и дело. Вот у нас вся советское родостроительство было, оно оценивало улицы, и продолжается у нас, оценивало улицы по пропускной способности для автомобилей. Никто не оценивал улицы по комфорту передвижения пешехода. То есть, а вот человек интуитивно, он всегда интересно, или где ему приятно идти, то есть среди природы, например, или где ему интересно, когда вот насыщенная городская жизнь. Или где кратчайший маршрут, а почти автошки будут. И вот он всегда интуитивно понимает, это мне приятно, а это неприятно. То есть безопасно. Безопасно, это важно, да, это очень важно. Когда, бывает, я ищу пешеходные маршруты и пользуюсь там гугл-картами, они пытаются там найти какое-то, в большинстве случаев это где-то срабатывает, но бывают эти такие замысловатые улочками, переулочками, как вы пытались идти? Конечно, кратчайшие. Искали кратчайшие и те, которые возможно применение, вот понятно, что эта сеть требует строительства каких-то инфраструктурных сооружений. Единственное, что все эти инфраструктурные сооружения заточены не на автомобиль, а на пешехода. Сделать, грубо говоря, развязку двух автомобильных улиц, это в 10 раз сложнее и дороже, чем сделать развязку улицы с пешеходным маршрутом, мостиком, в другом уровне ее развязать и так далее. У нас огромные территории в Харькове, например, заняты железнодорожными путями, которые вообще не используются. Огромные эти отводы железнодорожных путей. Это уже давно все оценили города, ну такие прогрессивные, как ресурс, и которые используют его для развития велопешеходного движения. То есть железнодорожных путей снимается, а место не будет? Да, ну оно где-то снимается, а где-то параллельно, там целая программа в Америке, например, вдоль железнодорожных, там мостов, переходов, которые, кстати, были построены. И вот мы многие используем для велопешеходного движения те, которые не используются, которые уже 50 лет, они там вообще заросли. Буквально мы такие нашли, какие-то арки, туннели, которые буквально вообще представляют собой интересы с архитектурной точки зрения. Нужно было с видеокамерой это все фиксировать. Ну, мы у нас фиксировали. Вот первый маршрут, другой путь, он связывал, напомните мне, Салтовку и Центром. Другие маршруты в этой зеленой сети, что вообще они связывают? Есть вот маршруты вдоль речки Уды, вдоль речки Лопань, которая связывает перспективно Алексеевку с Центром. То есть, на самом деле, вот почему-то, вот непонятно, это такое заповедное место, при том, что мы много сделали для того, чтобы укокушать эту речку, ну, в свое время, Харьков. Но, тем не менее, она живая. И, в общем-то, вдоль речки Лопань достаточно комфортное передвижение, потому что там есть несколько мостов, которые, они готовы уже для того, чтобы пропустить туда велопешеходные движения под ними. Там есть второй уровень. И вдоль немышлей, и радиальные, такие хордовые связи, которые соединяют, под достаточно коротким. Мы их просто не знаем, эти вот маршруты. Вот если посмотреть на карту, это практически прямые линии. А мы, и они действительно проходимые. И вот при строительстве очень, ну, не финансово затратных каких-то мостиков, переходов, они связываются в одну сеть и, в конце концов, рождают вот просто комфортной улицу. Светлана, а вот с Вашей точки зрения, сколько нужно потратить усилий, средств, например, да, может, какие-то просчеты были для того, чтобы это все дело вписать в органичный дизайн одного чего-то, чтобы это, ну, не было, как сейчас. Мы идем по мостику, потом переезжаем на асфальт, там, потом грунтовая дорога. Как-то это все неэстетично и некрасиво выглядит. Все наши решения, они достаточно экономичные. Вот, и, в принципе, здесь главная мысль в идее, в подходе. Поэтому в нашем подходе не используются каких-то дорогостоящих материалов. Мы все время хотим подумать об однолетних растениях, которые каждый год высаживают в нашем городе. Километрами. Эти же самые пешеходные переходы, тротуары и велосипедные дорожки, они тоже должны быть построены, я так понимаю, в рамках этого. Они должны быть построены, но, во-первых, там они прежде всего предполагают строительство водопроницаемых покрытий, то есть щебенки, гранатсев вдоль, и это 70%. То есть, на самом деле, вот вы, если, ну, вот, когда в Европу приезжаете, заходите в парк, там везде гранатсев, гранатсев, мелкий щебень. У нас все асфальтируется. Асфальтируется, ну, или плитка, что то же самое, что дорого, но это мало того, что дорого. Оно крайне неремонтно пригодное. Вот мы все заходим в любой там парк старый и видим этот 100 лет неремонтируемый... А космонавт, который был 5 лет назад открыт, уже плитка негодная. Правильно, абсолютно, это так оно и есть. И, ну, еще, вот, знаете, вот это очень важный аспект нашего, всей этой проекта, это даже не только велопешеходное движение, но и создание вот этого единого зеленого каркаса города. Это очень важно. Это мы настолько, потому что, кроме использования дорог вдоль основных харьковских речек, вот мы все знаем, Харьков, Лопанюден, на самом деле в Харькове протекает 150 километров, и мы посчитали их всех, ручьевый рек, 150 километров. Из них, вот из... вот мы у нас в нашем проекте, вот была представлена статистика по всем харьковским ручьям. Откуда вообще вода берется в речках? Из ручьев. Половина почти берегов харьковских ручьев застроена, устроены свалки, промышленные предприятия, заключены в трубу и так далее. То есть, вот буквально Харьков сам себе уничтожает эту природу, которая... Напомнили мы историю Сеула, когда... Да, абсолютно. Река, которая была забетонирована и в магистрали построены, раскрыли, открыли горожанам, и это является фишкой, достопримечательностью. Да, точно. Абсолютно. И этот процесс идет повсеместно. Это вот буквально несколько лет назад в Утрихте то же самое сделали. Огромная магистраль. Ее открыли, пустили канал, который там был всегда. Это... Помимо дорожек для велосипедистов и пешеходных переходов, нужно как-то освещать это все и ставить еще место для отдыха какого-то. Вот в этом ваших проектах запланировано? Конечно, запланировано освещение и... Освещение, дорожки, да. И главное, вот понимаете как, вот сейчас новая концепция такая, вот раньше вот была, что все парки, они функциональны. То есть, проектировщики придумали, придумывали, а что тот человек будет делать, а не сделать ли ему площадку для отдыха, для спорта, и сейчас идет другая, вот абсолютно другое направление. И мы это заложили, почему вот этот проект получил такую высокую оценку. Мы отказываемся от функционального наполнения вот зеленых пространств. Мы их делаем как вот такая городская природа, которую человек сам, как горожанин, как современный, может использовать по своему усмотрению. Когда эта сеть все-таки выходит к магистралям, она предусматривает там обустройство именно, чтобы, знаете, как можно было из зеленой, да, комфортные переходы из одной ветки зеленой сети в другую ветку зеленой сети, чтобы можно было передвигаться вот как-то безопасно. Конечно. Вот в том-то ведь и дело. Там у нас целая самая большая вот схема, которую мы разрабатывали больше всего, это вот именно то, что вы говорите. Препятствия, да? Это препятствия, да. То есть препятствия, которые вот сейчас существуют и которые нужно преодолеть для того, чтобы это все поехало. Расскажите еще о самом конкурсе, как он проходил, первый в Украине конкурс урболистики и как вообще удалось победить, да? Были вы достойны конкуренты у вас? Конкуренты, была очень высокая конкуренция. Харьков выступил очень хорошо, то есть три проекта было отмечено. Гран-при получил проект театра на Подоле Олега Дроздова. Мы получили первую премию, там было несколько номинаций, он в этих, в общественных, архитектура общественных зданий, мы ландшафтный дизайн, урбанистика и малые архитектурные формы занял третье место Ольга Клеймак с проектом «Рыбный павильон», который построен вот в парке Олега Дроздова. Вот, то есть это три, это не, очень многие города вообще не получили ни одного, то есть Харьков там выглядел вполне. Конкурс очень интересен, прежде всего, любой конкурс архитектурный, прежде всего, интересен даже участниками, как жюри. Если жюри такого уровня, это впервые в Украине было судиво-архитектурный конкурс жюри такого уровня. Там прилетели, приехали абсолютные звезды вот такого современного. В Киеве, да, в Киеве, там был, я первую, скажу, главный архитектор Копенгагена, главный архитектор Амстердама, Барселоны. Очень серьезный уровень, на самом деле. Так это мы, поэтому, когда увидели его, мы решили участвовать. И вот, спасибо, конечно, этому Гури, там был представитель Захи Хадид бюро, очень, там очень было, там такого звездного, я говорю, первый раз я вижу у нас. Кто ваша команда? В студии вас двое, Светлана, а кто ключевый? Расскажите о ваших коллегах. У нас восемь человек, вот, и каждый, ну, это вот и социологи, психологи, дизайнеры, архитекторы, и агрономы, не агрономы, не знаю, как сказать. То есть, в общем-то, биологи, да, и мы получаем информацию такую из разных, и журналисты, можно сказать. Вот, получаем информацию из разных сфер, вот, смотрим все по-разному, и, в общем-то, дополняем. Да, так это медиа, ландшафтный дизайн, медиа, урбанистика, это себя самое такое... Предусматривает ли он, вот, этот путь, зеленая сеть Харькова, строительство каких-то небольших зон отдыха, помимо того, что, вот, есть пути, я еду на велосипеде, захотел сделать зарядку где-нибудь на берегу реки, например, И вот там могу остановиться, например, или утром проехаться, и просто релаксировать, насладившись тем природным видом. Вот вы все правильно описали, да. Так вот, вы, вот, четко, вот, когда вы, вот, в том-то ведь и дело, вот, даже место отдыха опускается. Вот так же, как вы используете, вот, когда находитесь в природе, на берегу реки, вы где угодно останавливаетесь и отдыхаете. Вот точно так будет эта городская природа. Она будет очень недалеко отнесена от городских улиц, но она будет там действительно, вот, просто природа сама по себе. И вот основной, конечно, упор этого проекта на устойчивость вот этих насаждений, которые каждый гражданин, каждый горожанин Харькова может использовать по своему усмотрению. Точно так же, как отдохнуть, точно так же можно и поработать, потому что сейчас достаточно все мобильные, с планшетами, с телефонами, и, в общем-то... Зоны Wi-Fi я уже вижу бесплатно. Да, это мы не ухлезли. Смотрите, это уже подходит к концу наша программа. Победу вы получили, что дальше? Потому что с того момента, как мы были в нашей студии, пока мы здесь еще больше все в документах, это в проектах, вот, другой путь. И когда же зеленая сеть Харькова начнется реализовываться? Когда там деньги даст городская власть на это все? Ну, понимаете как, главное, вот я даже вижу, мы, естественно, готовы там со всех сторон. Это вообще, и мы об этом пишем в проекте, что это не может быть делом вот отдельной группы, отдельной... Зеленая сеть затрагивает огромные, самые разнообразные сферы городской жизни. Это и здравоохранение, это и спорт, это и транспорт, и передвижение, это и коммуникация, и охрана там здоровья, и охрана, и социальные... И вот для того, чтобы, мы так и пишем, что для того, чтобы ее реализовать, это должно быть участие всех. То есть это должно быть очень разные сферы городской... Жизни, да, жизни в городе, да, потому что мы живем в городских, знаете, бетонных джуньях, и хочется, чтобы все-таки здесь было больше зеленого, свежего, чистого и настоящего. Спасибо большое за участие в нашей программе. У нас сегодня в гостях был главный архитектор проекта «Зеленая сеть Харькова» Марина Корячко, а также Светлана Цыгличко, ландшафтный дизайнер проекта «Зеленая сеть Харькова». Мы надеемся, что через какое-то недолгое время этот проект будет реализован, и, наверное, такое есть предложение – организовать флешмоб для, прежде всего, чиновников администрации и горсовета. Мы присоединимся к ним, садимся на велосипеды и проезжаем по этим маршрутам. Быть может, процесс ускорится. Я же прощаюсь с вами для следующего эфира. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok